Как выстроить микроцикл с возрастом у атлетов после сорока? И по жиму штанги лежа я готовился на 100 дневки, вел дневник, несмотря на мои разъезды, я 5 раз в неделю тренировался, но все-таки уже вот эта схема неделя тяжелая, неделя легкая, плюс уже к концу подготовительного периода по возрастанию, по процентам, он уже для меня не работает. То есть я для себя сделал как? Я сейчас буду пробовать тренироваться неделя тяжелая, 2 недели легких. Неделя тяжелая, 2 недели легких. Что поменяется? То есть за месяц все равно получится 2 тяжелых недели и 2 недели легких. Единственное, что будет больше отдыха. Я не профессор, я не эндокринолог, не диетолог, не физиотерапевт, никто. Я все делаю на собственном опыте. И заметил одну вещь, что конечно же уже к сорока, после сорока начинает обмен веществ замедляться, несмотря на то, что там что-то еще мы можем употреблять для восстановления. Все равно обмен веществ замедляется. И я заметил, что при хорошей рабочей неделе, ну полтора, полторы недели, то есть тренируешься неделю, еще до середины, до среды следующей недели. Выдерживает организм, после уже где-то среды, четверг, пятница, суббота, второй недели начинают батарейки садиться. Это я по себе говорю. Начинают батарейки садиться, уходишь на неделю отдыхать. То есть просто приходишь в зал, беговая там дорожка, походил 5-6 километров в течение получаса, сделал гиперэстензию, покачал пресс, посидел там, качнул бицепс немножко, плечики качнул и ушел. И в течение недели, допустим, вот такая вот, как был, ну хрень в тренировках. И если честно, то вот здесь идет такое-то ощущение того, что ты действительно отдохнул, вообще ничего не делал, даже к штанге не прикасался толком, да? То есть, чем уже с возрастом, чем меньше тренируемся, люди, которым под 40 и за 40, тем мы потом себя лучше чувствуем. И к чему, что я еще для себя понял? Ну, я еще раз говорю, я не профессор, но такую мысль гипотетически допустить можно. То есть, катаболизм, как и анаболизм, является частью обменного процесса, обмена веществ, правильно? И если замедляется анаболизм, может ли, может и катаболизм тоже замедляется? Потому что именно в момент, когда ты ничего не делаешь, получается и восстановление. То есть, в молодом возрасте, не потренировавшись неделю, в юном возрасте, вот допустим, от 16 до 30 лет, это 30 лет, юный возраст, я замечал, что неделю не потренировался, идет дискоординация, идет, то есть, тонуса такого в мышцах уже нету, как был раньше. И, действительно, это какой-то был шаг назад. Вот, поэтому приходилось тренироваться еженедельно, опять же, соблюдая тренировочную цикличность, не сломя голову, там, не в зенит уходя, начиная там с 70 до 100% в соревновательном периоде. То есть, опять же, легкая, тяжелая неделя. В итоге, получалось так, что вот именно только так ты мог поддерживать хорошую форму и расти сегодня, уже будучи взрослым человеком, ощущение того, что чем больше отдыхаешь, тем ты становишься сильнее. Ну, например, после декабря, значит, январь, февраль месяц, я до Сибириан Пауэр Шоу, я ничего такого не поднимал. У меня была система 100, я ее назвал, система 100 от Кокляева. То есть, не больше 100 килограммов, 100 повторений. То есть, допустим, присед у меня 100 килограммов, я его делаю 100 повторений. Как я приседаю? 24 по 25 или 10 по 10, неважно, основная тяга 5 по 20 или 3 по 30, 4 поход на 10, короче, 100 килограммов. Если там бисепс качаешь, конечно, 100 раз, но уже там 50 килограмм там качнул, но 100 подъемов делал. И самое очень интересное, что я после этого уже ближе к Сибириан Пауэр Шоу, я сделал две тяги. Тягу сплинта 270, 3 по 3 и румынскую тягу 200 килограммов 3 по 5. И приехал на Сибириан Пауэр Шоу, потянул 370, мог потянуть 380. И задался себе вопросом, а не дурак ли я у мамы, а надо ли вообще эти такие тяги делать, когда-то там эти 70 процентов от 400, я, допустим, считаю, 70 процентов от 400, это 280 килограммов. Стоит ли эти 280 килограммов делать там хотя бы раз в неделю, там в трех подходах 3 подъема? Надо ли это, если можно просто на 100 килограммов, извиняюсь, кровь гонять, мягко выражаясь, грубо выражаясь, шкуру гонять, да? Привет, Лен. И в итоге потом тянуть такие цифры. Да, они большие, но в принципе, если ты тянул 100 килограммов, поставь 120, делай 100 подъемов, и потом потянешь 400. Тоже очень интересный момент. То есть я отдохнул, поехал и потянул. Больше, блин, ну, больше 2-1,5 месяцев без железа. Какое из базовых упражнений делаю 4-4? Делаю. Каждое из базовых упражнений делаю через 4-5 дней. В итоге цикл на базу упражнений занимает 14 дней. Ну, тоже, как, почему неплохо, и этому есть место существовать. Главное, чтобы не было вот этой огромных килограммов, пожалуйста, делай. Можно и чаще делать. А на сборах я сегодня приехал со сборов, завтра у меня небольшие съемки. Вот, поэтому приехал с Ургуту, привет. Привет. Приехал сегодня домой. Реально на становую охоту памп прочувствовать. Это сарказм или ирония? Почувствовать. Памп можно почувствовать только выполняя румынскую тягу. Памп можно будет почувствовать только выполняя становую тягу на разы. То есть, 3-5 подъемов пампа ты не почувствуешь, если же, ежели ты делаешь становую тягу правильно. В моей истории на семинарах, когда я проводил, ну, открытую тренировку, тренировал ребят. Саша, самое интересное, именно качки говорили там пару раз в разных городах. Два качка было, которые я выставляю их в углы правильные, а потом они говорят, я не чувствую пампа. Я про себя думаю, ребята, вы что, идиоты, что ли? Какой становой тяге может быть памп? Максимум памп может быть в румынской тяге. Вот и все. Поэтому давайте вернемся к теме восстановления. Что принимаешь с пропита для восстановления? Ну вот еще раз повторю. БЦА, карнитин, креатин. Основные вещи. Вот из аптеки Мексидол, Рибоксин, Милгранат. Основные вещи. Есть еще сейчас новая штуковина. Появилась, но я вам ее не скажу. Потому что она ловится на допинг-контроле. Она запрещена международной антидопинговой службой. Запрещена и РУСАДА. Вещь, которая, как вам сказать, гипоксию убирает у человека. Вабензим. Вабензим последний раз пил, наверное. Честно, не верю в вабензим. Вот ей-богу, хоть убей. Вабензим не верю. Блин, прям. Как грамотно подходить к восстановлению суставов и связок. Как часто заниматься профилактикой. Милгранат запрещен. Но мы, по крайней мере, знаем, за сколько он выходит. Вот. А эту штуковину, на ней ловится уже, ребята. Но никто не знает, за сколько ее бросать. Поэтому говорить я про нее не буду. Вот. А то сейчас все побегут в аптеку. Я не скажу по одной причине. Потому что об этом могут услышать и мои соперники. Об этом я расскажу только моим друзьям. Об этом препарате. Препарат неплохой, кстати. А что касается профилактики травм. Травм. Так. Как грамотно подходить к восстановлению суставов и связок. Но опять же клинику надо. Самое главное определить клинику. Что конкретно произошло у вас с вашим опорно-двигательным аппаратом. Коленки. В основном основные травмы у штангистов, у пауэрлифтеров, да и у силовых экстремалов. Это в большом проценте. В большом проценте. То есть соотношение такое взять. То 70 процентов, если не 80 процентов, это спина. Это спина. То есть вот из 10-8 спортсменов, это первые, кто скажет, что у меня заболело, это поясница. Поясница, потом колени. Потом кисти, как ни странно. Потом плечи. Потом локти. То есть на моем веку, допустим, вот мы сейчас даже с Димой Клоковым приехали, у обоих спина болит. У Димы болит спина, у меня болит спина. Дальше вроде смотрим, что еще болит, а вроде ничего не болит. Дима Берестов тоже. Ну вот что касается колен, это связки надколенников, это ну такой процесс дегенеративный. Когда постоянный вот это вот, после приседов, неправильных особенно приседов, после подъемов в вот этих приседаниях, которые спортсмены, когда приседают сверху, валятся, не сопровождают ее, не контролируют, опускаясь вниз, а валятся вниз, пытаются со второго этажа поймать вот эту, так скажем, обдачу, да, или даже человек, который приседает в параллели, если человек быстро приседает, понятно, что здесь рано или поздно вот этот накопительный процесс, он и выстреливает в травму. То есть начинаются надрывы, там частичные отрывы или полные отрывы надколенников. В основном это, если колени болят, то болит подколенной чашечкой. Есть такое понятие травмышлятор, это на косте образовываются такие хрящи, которые давят на связку. Тоже, ну, это все обратимые процессы, то есть какие-то компрессы, то же самое, желчь крупного рогатого скота, компрессы из этой желчи, они рассасывают эти вот хрящи, то есть физиотик, кабинеты обязательно. То есть, что касается профилактики травматизма, профилактика травматизма выходит из тренировочной цикличности, в первую очередь, в первую очередь. И, конечно же, все травмы, они, конечно, связаны с нервной системой. Гораздо быстрее человек выздоравливает, да, не то, что там травмы выздоравливают, восстанавливаются быстрее, то есть не травмы восстанавливаются, а человек избавляется от травм гораздо быстрее, в тот момент, когда у него душевное равновесие в порядке, то есть он душевно уравновешен, то есть нервная система спокойна, никаких стрессов сторонних нету, и человек на поправку идет гораздо быстрее. Даже в опорно-связочном, опорно-двигательном аппарате. То есть я заметил, если ты находишься в состоянии стресса, постоянные переезды, перелеты, какие-то недопонимания со стороны в общении с коллегами или даже в семье, все это отзывается вот именно на травмах и на грыжах, и на протрузиях, и на диффузиях. Все, что связано с этими, так скажем, болевыми ощущениями, болевые ощущения усиливаются, если у вас не все в порядке, ну, в душевном плане, я вам скажу, дорогие друзья. Это из личного опыта. Как только все нормально, как только все в елочку, гораздо быстрее все заживает. Ты никуда не гонишь, ты ничего не торопишься, ты не паникуешь. Ты, ну, это такой аутотренинг, который ты себе говоришь, у меня все хорошо, я восстанавливаюсь. Ну, что уж говорить, результативность в тренировках повышается от того, в каком ты состоянии находишься в психологическом плане, в душевном плане. Если у тебя все нормально, если ты никому не должен, если ты ложишься спокойно спать и не будешь думать, что завтра утром ты проснешься, а тебе там уже постучали в дверь, все будет хорошо. То есть старайтесь, старайтесь обходить эти углы стрессовые, старайтесь где-то не ввязываться, ну, или если ввязались, старайтесь решить эти проблемы побыстрее. Ушла девушка, вот честно скажу, ну, слава богу, у нас с Оксаной Горной все в порядке, но если бы что-то, какая-то такая катастрофа произошла, конечно бы, я бы ночевал в зале, кроме зала бы у меня уже ничего не было, да, только штанга, 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 я бы старался бы заесть это все дело именно подъемами, ну, не большими, а стараться потренироваться, тренироваться, пахать, пахать и пахать. Ну, и вот есть у меня товарищ, друг, от которого недавно ушла девушка, я вам скажу, хорошо, что ушла. Белеву привет. Хорошо, что ушла, потому что сразу же начался прогресс. Я так про себя думаю, блин, давно не было такого прогресса, потому что, наверное, все-таки, сука, у него была баба. Ну, вот. А на самом деле, я так думаю, еще один из вариантов, что человек просто всю свою вот эту нервную энергию, всю вот эту вот гнев какую-то, обиду или досаду направил именно в подъемы. Вот, поэтому как-то так. Привет, привет, Балакову, привет. Вот, поэтому, друзья, вот такая вот интересная, это тоже связано с сегодняшней темой восстановления после тренировок. Это тоже являются психологические моменты, все эти стрессовые моменты, это является частью восстановления. То есть, старайтесь быть как можно больше в состоянии, ну, вот в таком библейском, вот в библейском мотив прощать. Прощать. Вот так вот, почему прощать? Вот поэтому, надо, вот, как и батюшки, да надо прощать, да надо прощать, надо не замечать. Сделал добро, бросай его в воду. Ведь это же правильно. Как только ты начинаешь вот это все, обиду какую-то, еще какую-то там, недосказанность, какую-то злобу, гнев, зависть, оставлять на заднем плане, выкидывать ее за головы, все у нас сразу же получается. И восстановление лучше идет. И сколько формы не ешь, спортивного питания не ешь, если ты находишься в состоянии стресса, что кто-то тебе что-то должен, кто-то про тебя что-то сказал, тебе нужно кому-то срочно всечь, блядь, тебе нужно кому-то отомстить, блядь, результата не будет. Грубо говоря, ситхи, ситхи джедаям рано или поздно все равно проиграют. Вот. Поэтому держите себя в руках, друзья. Ну, а если уж кто не верующий человек, грубо говоря, мы уберем этот библейский мотив о прощении, о всепрощении, понимании. Просто, я скажу, человеческим языком, так скажем, забейте хуй. Вот. Если речки такие, осетий привет. Забейте болт. Вот и все. То есть по хуизмам это тоже является своего рода прощением. Вот и все. Ты просто обращаешь внимание на какие-то стрессы. Вот и все. И результат будет, еще раз говорю, и восстановление будет. А так ты можешь сидеть в Таиланде, есть кокос, жрать, мать, и спизить 10 миллионов рублей. Грубо говоря, занять эти деньги. Уехать, кайфовать. Вроде кайфуешь. И вроде уже и не кайфуешь. Понимаешь? Поехал отдыхать, а сам сидишь на изжоге. Поэтому, ребята, вот я, так скажем, за правильный смысл. Хотя, Маваша давно уже не слушаю Мишу. Заврали привет. Вот так. Да. Да, я так и хотел сказать. Забейте хуй. Ебашки. Вот. С шмелем все нормально. Со шмелем, если все нормально будет, то второго, может быть, третьего с ним встретимся. Просто парень сейчас находится на стадии восстановления. То есть, сейчас немножко со здоровьем у него, здоровье немножко ухудшилось. Ну, сейчас он сейчас подлечится немножко обязательно. Мы с ним опять его попытку 6 тысяч отжиманий все-таки мы с ним сделаем. Потому что я ему пообещал, он мне пообещал. В этом я вам помогу. Что еще из средств восстановления? Хандропротекторы. Из хандропротекторов, конечно, много очень бутера на рынке. И я, как хочу сказать, как человек, который, блин, из всего, что попробовал, пробовал, если из аптеки, мукосат. Но мукосат мне не нравится тем, что пока ты набираешь, пока ты набрал его в шприц, пока начинаешь себе ставить его, он как он в игле застывает, и тебе приходится менять иглу, и такой препарат ненадежный только в этом плане. Ну, и есть хандрогард, такой препарат недешевый, хандрогард, который действительно помогает. Как там написано, улучшается подвижность в суставах, то есть моменты вот этих всех остеохондроза, позвоночные, там, шейные все вещи, то есть он улучшает действительно вот эту вот трофику, так называемую, восстановление. И на какой-то момент, ну, не на длительный, но на полтора, на два месяца ощущение, там написано на полгода, но я скажу так, что где-то полтора-два месяца ощущения такие хорошие. То есть все эти пощелки на похрустывания физиологические, так называемые, которые доктора говорят, что это физиологический хруст, ничего страшного, вот, на самом деле ничего просто так не бывает, и даже вот эти физиологические хрусты, там, в коленях, в голеностопах, еще где-то, они действительно, ну, становятся меньше или совсем пропадают при использовании этого препарата. Есть у нас в Этрексе хандропротекторы, поэтому зачастую их использую, но сегодня, еще раз говорю, кроме спины, кроме спины, ну, скажу, я уже где-то говорил в эфире в своем, что 5-миллиметровая вот эта вот протрузия превратилась в сантиметровую грыжу, 10 миллиметров. Я жду, когда она у меня просто постареет. Есть такой момент, что грыжи рубцуются, то есть они становятся старыми. Даже вот доктора, которые, врачи на аппарате, на магниторезонансной терапии, которые находятся, они по снимку, по тому, что они видят после прохождения МРТ, так скажем, пациентам, они видят, они говорят, у вас вот эта новая грыжа, вот здесь вот в этом сегменте две старых, вот вы на них пришли, а вот на эту грыжу вам нужно обратить внимание. Поэтому я больше, чем на 40 дней ушел на каникулы. Сегодня уже, на сегодняшний день, сделал три тяги. Ну, вроде пока все нормально. Есть какие-то такие отголоски, но это не так, как 12 мая, что 13 мая я пришел в зал и не мог там 50 килограммов от земли отрываю, и в глазах темнеет. Сегодня уже гораздо лучше, вот, поэтому продолжаем подготовку дальше. Хандропротекторы, обязательно хандропротекторы, они работают, они помогают, опять же, опять же, обращайте внимание на производителя. Потому что в лучшем случае там может быть какой-нибудь мел. вот, в худшем случае, ну, не знаю, что там может быть, ну, желательно все-таки понадеяться и проверить, собственно, производителя, какого, какая репутация у этого производителя, сколько лет он на рынке находится, этот производитель. И поэтому вообще сама контора, которая занимается распространением спортивного питания и прочих вещей, потому что любая уже зарекомендовавшая себя на рынке организация, она, ну, поверьте, я уверен, она не будет заниматься херней, потому что всегда найдется человек, который может развенчать успешность их продукта. И, то есть, второго, мне кажется, второго захода, вот, допустим, с тем же самым, с той же самой маркой спортивного питания Pure Protein, то есть, второго захода у них так и не получилось. Поэтому обращайте на это внимание, если вы хотите понять, знать, где покупать, все-таки нужно посмотреть на рынок. какое время находится организация на рынке спортивного питания, на это нужно обращать внимание, потому что репутация – это превыше всего, превыше всех денег. Никакими деньгами потом ты репутацию в себе не вернешь. Если ты однажды просто, ну, так скажем, можно свалить на саботаж, можно еще что-то, да, но уже потом второго шанса вернуться на рынок не будет. По мне, так это так. Баня после тренировки восстанавливает. Я еще раз говорю, баня в момент интенсивных тренировок не всем подходит. Мне баня в момент интенсивных тренировок не подходит. Поэтому вы должны смотреть на структуру, на мышечную структуру, настроение своей мышечной структуры. Если ты жесткий, пожалуйста, парься. Я, допустим, моя мышца мягкая, мягкая, растянутая, эластичная, функциональная, и лишние вот эти все разогревания, они только поднимают какие-то старые микротравмы и вводят меня в зону риска потравмироваться на следующий день, потому что, допустим, на следующий день нужно приседать 293 по 3. Я уже через это проходил, поэтому второй раз на этом жениться не собираюсь. Хандрат протекторы только в межсезонье. Ну, почему только в межсезонье? Их можно и в период подготовки употреблять, потому что, ну, все равно, все равно вот эти нагрузки, сверхнагрузки для вашего организма, ну, сверхнагрузки у каждого свои. Если человек раньше приседал 50 килограммов, и через два месяца он начал приседать 100, это его максимум, и 100 килограммов это сверхнагрузка для человека, для этого. Поэтому обязательно, если вы ощущаете какие-то изменения, если какое-то происходит воспаление, допустим, ощущаете, что в коленном суставе, в самом коленном суставе какой-то он сухой, он трещит и щелкает, что есть у вас вариант то, что не хватает синавиальной жидкости внутри сустава, то есть надо как-то ее поднять. Для того, чтобы поднять синавиальную жидкость в суставе, в коленном, ну, ходьба на беговой дорожке. Не бег, конечно, но ходьба такая интенсивная, там, 6-7 километров в час, в течение 20-30 минут, действительно, сустав в тонусе становится, и, действительно, он гораздо себя лучше чувствует, нежели мы постоянно только рвем, толкаем и приседаем. То есть работу нужно и для суставов, и для суставов нужно разнообразить. Опять же, все растяжки, обязательно растягиваться, критически сильно растягиваться, до таких гимнастических мостов, когда тебе там, как женщина-змея, я, конечно, не рекомендую растягиваться так, чтобы вот эта излишняя подвижность в суставах появлялась, я не рекомендую. Нужно, ты должен быть такой, растянут, так скажем, предельно столько, для того, чтобы у тебя был хороший сет в рывке, хороший сет при подъеме штанги на грудь, чтобы у тебя при толчке штанги с груди штанга заходила за плечи, и ты не ощущал какого-то дискомфорта в плечевом суставе, в плечевом поясе, извиняюсь. Ну и в пауэрлифтинге, чтобы ты, если ты жмешь, чтобы у тебя был нормальный, ну, мост, хороший мост, чтобы ты мог его использовать. Тоже нужна растяжка, для того, чтобы сесть в сет, для того, чтобы мышца была сильная, ну, нужно все равно растягиваться. Но еще раз говорю, не до состояния женщины, змеи. Вот. А если голень щелкает снизу, где соединение ступни, андропротекторы помогут, то у меня вот щелкает кулак. Ну, я не стал ним, андропротектор, вот, допустим, я беру, сжимаю, у меня тоже щелкает. Бывает, локоточки подщелкивают. Если, блин, ну, и голени у меня тоже щелкают. Но я в этом плане храндропротекторы не ем. Я храндропротекторы начинаю есть, допустим, вот, у меня бывает обострение в плече. После 2000-м году я разбился на квадроцикле, вылетел вперед, ударился, и у меня, так скажем, небольшая контрактура в плече есть. И вот тогда начинает у меня... Вот, еще раз, что-то какая-то приостановило меня, видимо, определенный момент. Так, так, все, присоединяйся, ребят. Ей-богу, не я остановил, видимо, какой-то лимит, наверное, есть у эфира. Поэтому он сейчас немножечко обрезался. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну да, мы уже час, час находимся в эфире, поэтому у этого есть, у этого, видимо, есть какой-то лимит. Кстати, впервые я нахожусь в эфире, час, на своих, на своих эфирах, на своем аккаунте. Я гораздо меньше находился в эфире. К этому еще раз привет, кто присоединился, кто уже был в эфире. Еще раз вам всем привет. И по поводу того, что сейчас парень задал вопрос, голеностоп щелкает. Ну, я что и говорю, что это является физиологическим хрустом. Думаю, что самое главное, чтобы не было ограничения, ограничения в подвижности голеностопа. Если есть какие-то ограничения в подвижности голеностопа, они сопровождаются хрустом, ну, может быть, что-то и происходит. Опять же, я в этом не врач, не доктор. Я просто могу, хочу сказать, что обратитесь к врачам спортивным на земляной вал 53 в Москве, если кто из Москвы. Там очень хорошие специалисты. Вам советую. Вот. Поэтому, ребятки, так, восстановление после тренировок, профилактика всех этих вещей. Может быть, я что-то упустил, может, что-то не договорил, поэтому, поэтому, вы мне уж подскажите. Врач сказал, смазки мало, все нормально. Ну, наверное, такая вот, такая структура, вы, наверное, дрищ. или наоборот, вы такой же слоноподом, по там, как и я. По Челябинску. Я поеду в Челябинск, я 20 августа. Скучаю, по большому счету, не по самому Челябинску, скучаю по событиям, которые были в Челябинске. По родителям скучаю, по тренеру скучаю, по друзьям. Сам Челябинск, на мой взгляд, стал немножечко скучный, сухой. Не хватает каких-то, знаете, таких людей, которые бы вдохнули. Хоккейная команда, трактор в него не вдыхает, при всем к нему уважении, к хоккею, не вдыхает в него жизнь. Раньше было интереснее, только школа атлет была, чего стоила. Какая мощная была школа пауэрлифтинга, тяжелая атлетика, силовой экстрим. А сейчас для меня лично в Челябинске стал старый и неинтересный. Хоккейная команда,